На прошлом уроке мы начали разъяснять определение слова «тасриф» в его терминологическом значении. На примере корня основы «дарбун» и сказали, что от этого корня образуется более 300 форм. Возьмем в пример другое слово «раджалин». Возьмем имя «раджалин» – «мужчина». Так мы можем образовать от этого слова форму двойственных числа «раджалин» – «двое мужчин». Уменьшительная ласкательная форма «раджалин» – «мужчок» по модели «фуайлун». Форма множественных числа «раджалин» – «мужчины» и т.д. Возьмем другой пример. Например, мужское имя «зейдун». «Зейдун» – то есть один «зейд». «Зейдани» – два «зейды». «Зейдуна» – «зейды» – целая форма множественных числа мужского рода. «Зуяйдун» – ломанная форма множественных числа мужского рода. «Зуяйдун» – маленький «зейд» – уменьшительная ласкательная форма. «Зейдиюн» – имеющие отношения к «зейдун». Отсюда и название «зейдит» – последователь «зейдизма» и т.д. Это у нас было то, что связано с первым видом изменения. Изменение слова или структуры слова ради самословой цели. «Тагиру л-калимати л-арадын ма'науин». Перейдем ко второму виду изменения слова «Тагиру л-биньят л-калимати л-арадын л-фзуин». Изменение структуры слова – внешнюю форму слова ради речевой цели. То есть, преследующая цель – устранить сложность или трудность произношения, облегчить произношение, приукрасить его. Это была вторая часть определения, которое провел Ибн Хишам, рахимах Аллах, термин «тасриф». Он сказал, что «тасриф» – это «тагиру л-биньят л-калимати л-арадын ма'науин ау л-фзуин». Изменение формы слова, структуры слова ради смысловой цели или речевой цели. То есть, связанное с произношением. Таким образом, вторая половина этого определения означает, что «тасриф» – это изменение формы слова ради речевой или словесной цели. То есть, изменение, которое не преследует цель придать слову новую, новую смысловую нагрузку. Ставит цель изменить произношение данного слова. Что влечет за собой изменение внешней формы слова. То есть, облегчит его произношение. Посредством применения различных правил, которые приводят к этому. Возьмем, например, глагол «мадада» – «тянуть», «протягивать». Здесь мы видим, что его вторая и третья корневая буквы являются одинаковыми, однородными. То есть, это мулаф. А арабы считают трудным и сложным, когда человек произносит одну и ту же букву подряд два раза. Так как он произносит букву с одного и того же махраджа, то есть, одного и того же места образования буквы, то есть, вместо артикуляции буквы, два раза. Он бывает вынужден вернуться к этому же месту образования буквы повторно, после произношения ее один раз. Дай бы произнести ее снова, еще раз. То есть, в нашем примере «мадада» – «альфяулин мудаф» – удвоенный глагол, когда человек произносит харфу-даль, букву-даль, с одного махраджа, и потом возвращается к этому же махраджу, то есть, вместо образования буквы, еще раз, чтобы произнести ее. Все это приводит к некоторым трудностям в произношении. Поэтому во избежание этого арабы прибегли к подобным случаях и драма, к удвоению, к слиянию этих двух однородных букв в одну удвоенную букву-даль, когда язык произносит обе буквы за один раз, образно говоря, одним залпом, что, несомненно, легче предыдущего варианта. И в итоге, вместо «мадада» они говорят «мадда» с удвоенной буквой «даль». Как мы видим, мы изменили форму глагола с «мадада» на «мадда», произведя в нем изменение, которое мы описали. Однако смысл глагола из-за этого никак не изменяется. Он не изменился, так как образованный нами «мадда» – это тот же глагол «мадада». Как видим, изменение слова здесь не преследовало придать слову новый смысл, новый смысловый оттенок, а преследовало лишь облегчение его произношения. Ведь произношение «мадда», несомненно, легче у арабов, чем «мадада», где одна и та же буква повторяется два раза. И если мы, например, скажем предложение «мадада зейдунильхабля», здесь протянул вировку, это будет считаться ошибкой у арабов, так как они говорят только «мадда зейдунильхабля». Все упомянутое изучается в науке тасриф или сарф. То же самое будет и в других подобных глаголах, например «радда» от «радада», «адда» от «адада», «иатадда» от «иатадада», «истарадда» от «истарадада» и так далее. В дальнейшем мы, иншаллах, подробно поговорим об этой большой теме, глагола «аль-мудуаф», удвоенного глагола, то есть глагол, вторая и третья буквы которой являются однородными. Приведем другой пример изменения слов ради облегчения его произношения, а не ради нового смысла. Возьмем другой вид глагола, глагол «аль-му'таль», слабый глагол, то есть глагол, у которого одна или две корневые буквы являются слабыми, или как еще и говорят, больными, то есть непостоянными, постоянно подвергаемыми каким-либо изменениям, как состояние больного человека. Так эти буквы иногда заменяются на другие буквы, или совсем удаляются, или же лечаются своей огласовкой. Например, глагол «каваля» преобразуется в «каваля» путем замены слабой буквы «ау» на «алиф». То же самое мы видим в глаголе «даава», который превращается в «даа», опять же путем замены буквы «ау» на «алиф». Например, глагол «каваля» получается «кульна» путем удаления слабой буквы и замены огласовки первой буквы с «фатри» на «думу». От «якулю» мы получаем «якулю», лечив слабой буквы ее огласовки путем передачи предыдущей буквы. Все это мы, иншаллах, пройдем в свое время, когда дойдем до этой большой темы в новой катастрофе в теме слабых букв. Как мы видим, изменения во всех этих формах не преследуют цель придать новый смысловый оттенок, а преследует цель облегчить произношение. Ведь говорить «якулю», например, несомненно, легче, чем «якулю», чем его изначальный вариант «якулю». «Якулю» легче, чем «якулю». Так «якулю» и «якулю» — это одно и то же, один и тот же глагол. Однако арабы не говорят «якулю», а говорят только «якулю». Если кто-то скажет, например, «якулю зейдун», это будет неправильно, будет считаться ошибкой. Правильно будет сказать только «якулю зейдун». Аллаху алим.